Когда происходит пробой уровня с образованием HFT объема под уровнем, это означает, что за этим уровнем стояли стопы свинг трейдеров. Но среднесрочники ставят свои защитные ордера дальше, на расстояние более 1 АТР от места пробоя 1.17. Кроме того, здесь могут быть вовлечены шортисты, которые работают по тренду и хотят зайти на продолжение тенденции. Соответственно, эта ликвидность принимается лимитными покупателями, маркетмейкерами. И цена останавливается, она больше не передвигается в нисходящем направлении. И напротив, формируется крупный объем дневной, затем она закрепляется выше этого объема. Здесь, в этой ситуации, также приняли участие маркет-покупатели. Это видно по кумулятивной дельте. Посмотрительные покупки в этой области. Вот мы видим дельте по объему и дельте по количеству тиков. То есть, эта область, она уже будет выступать магнитом для цены и высока вероятность, что цена сюда вернется. То есть, для внутридневного трейдера это первая цель. Соответственно, вторая цель это зона образования HFT объема. То есть, цена сюда возвращается и могут перезаходить те участники, которые здесь вышли. И таким образом, маркетмейкер, который принял здесь ликвидность, он может здесь уже разгрузиться. Потому, эта цель, она является очень вероятной. То есть, цена, конечно же, может обратно вернуться в этот диапазон. Но, это уже вероятность там идет 50 на 50. Потому, что вполне может случиться здесь уже разгрузка вот этой позиции. И цена дальше пойдет себе спокойно вниз. То есть, нужно добавлять к точке входа оценку преимуществ, которые могут поспособствовать продвижению цены. То есть, коррекции. Здесь мы видим сильный и мощный коммерческий уровень. То есть, борьба между коммерческими и некоммерческими трейдерами. Было очень крупное изменение позиций. Фонды зашли в шорт. Коммерсанты зашли в лонг. Соответственно, вот эта зона борьбы, она выступает магнитом для цены. То есть, мы поторговались выше, притянулись сюда, поотбивались. Сейчас, получается, инициативу перехватывают фонды, которые шортят. Их позицию принимает маркетмейкер, выводит опять в зону баланса. И будет, соответственно, разгружаться уже об хеджеров. То есть, маркетмейкер, в принципе, он удовлетворяет ликвидность обеих сторон. То есть, эти участники, они рассчитывают на более среднесрочные, долгосрочные движения. И локально набирая позиции, они, соответственно, с маркетмейкером взаимодействуют. Который идет, принимает позицию, потом идет на разгрузку этой позиции. Всем хорошего дня. Пока.